Некоторые школы могут не завершить ремонт до начала учебного года. Эту проблему озвучили на заседании в областном окемате. Пенсионеры из Петропавловска подозреваются в развращении несовершеннолетних. Личность мужчины установлена. Им оказался 63-летний горожанин. Более 260 многоэтажек Петропавловска готовы к отопительному сезону. Особое внимание о промывке и опрессовке систем теплоснабжения. Летние каникулы – время, когда нужно приводить учреждения образования в порядок. В этом году капитальным ремонтом в регионе охватили порядка 50 школ. Выделили на это больше 4 миллиардов тенге, но по разным причинам на некоторых объектах могут не завершить ремонт до начала учебного года. На сегодняшний день имеются следующие риски несвоевременного сдачи объектов. Это Новосветловская школа Айртаусского района. Общий объем выполненных работ составляет всего 15%. Следующая – это Донецкая школа Таиншинского района. Объем выполненных работ составляет порядка 10%. Работы ведутся с оставанием графика. Это нехватка строительного материала, нехватка рабочих рук. Следующая школа – это Ломоносовская школа района имени Габита Мустрепова. Здесь выполнена работа порядка 40%. Здесь тоже имеется риск того, что не успеют к началу нового учебного года эти работы выполнить. Всего 15 объектов таких у нас еще есть, которые отстают от графика. Глава региона поручил ответственным ведомствам все работы на объектах завершить до 25 августа. Школы должны стать комфортным местом для пребывания учеников. К слову, ежегодно на сферу образования направляют колоссальные суммы. В 2023-м цифра составила 138 миллиардов тенге. Это 30% от всего бюджета Северо-Казахстанской области. Наша главная задача является качественная подготовка к новому учебному году. Нам необходимо на высоком уровне обеспечить организацию всего образовательного процесса. На сегодняшний день мы обеспечили бесплатным питанием. Для этого выделили 2,5 миллиарда тенге. В целях безопасности детей закуплено 29 новых автобусов для подвоза детей. Поручаю взять наличный контроль проведения капитальных ремонтов в организациях образования. Для проведения мониторинга и выполнения ремонтных работ надо создать комиссию с привлечением общественности. Завершить доставку учебников учебной литературы до 25 августа. Также надо будет принять меры по увеличению скорости интернета в школах. Это большая проблема. Здесь, с Акимом района, надо работу провести. Второй вопрос на повестке дня – это развитие спортивной отрасли. За последние пять лет сумма финансирования увеличилась почти на 6 миллиардов тенге. И в этом году составила около 11 миллиардов. Благодаря этому удалось поднять заработную плату тренерам-преподавателям. Начать строительство современных физкультурно-оздоровительных комплексов в тех районах, где их не хватает. Появилась возможность проводить спортивно-массовые мероприятия с участием жителей области. Всего в северном регионе активный образ жизни ведет 42% населения. В последние годы особое внимание уделяют развитию детского спорта. В регионе насчитывается более 99 тысяч детей в возрасте от 5 до 17 лет. Из них бесплатными спортивными секциями охвачено 46 тысяч детей или 46,4% за счет деятельности детско-юношеских спортивных школ, клубов физической подготовки, дворовых клубов и школьных секций. В области реализуется проект государства спортивного заказа. По переводу детей из занятий в платных секциях на бесплатную основу. В этом году государству спортивным заказом охвачено 2695 детей по 15 видам спорта. На сегодня продолжается строительство четырех физкультурно-оздоровительных комплексов в селе Салмолково-Леертаусского района, селе Явленко, Исильского района, села Пресновка, Жамбульского района и селе Новоишимское района имени Габита Мусрепова. Финансирование выделяется достаточно. Есть и поддержка спортивной отрасли, отметил глава региона. Но, тем не менее, работа проводится слабая. Айдарбек Сапаров поручил усилить работу по развитию спортивной инфраструктуры и обеспечить доступ к ней населению. Поручаю Управлению физической культуры и спорта совместно с Акимовым районом и города Петропавловска обеспечить моим туром всех спортивных объектов и обеспечить их надлежащим состоянием срок до 1 октября. До конца года ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов в Айртаусском, Жамбульском и Сельском Явленко Мусрепово. Все поручения, которые глава региона дал руководству сферы образования, необходимо выполнить до начала учебного года. Что касается спортивной отрасли, то нужно усиленно готовить североказахстанцев на предстоящие азиатские игры и Олимпиаду. Больше 32 тысяч тонн. Такое количество сена заготовили в районе имени Габита Мусрепова. Товарищество ЕС «Глобал Агро» тоже вносит свой вклад в заготовку кормов перед приходом холодов. Мы, в принципе, на сегодняшний день заготовили 450 тонн. Частично завезли население. В принципе, рабочую категорию мы оформили. Частично завозим на ферму. Ну и будем как бы обеспечивать кормами и пенсионеров, и бюджетников. Мы находимся на поле, суданская трава, 800 гектар. А мы скосили сегодня уже 300 гектар – это костер. Где-то в пределах 500 – естественные травы. Вот у нас еще люцерны есть. Я думаю, в принципе, где-то в пределах 1000-1100 сена у нас будет и для фермы, и для населения. У нас цена стоит для рабочих в этом пределах 12 тысяч деньги. Именно столько стоит одна тонна сена. Под кормовые в ТОЕС «Глобал Агро» в этом году отвели порядка полутора тысяч гектаров. Предприятие обеспечило сеном жителей села Старобелки. Настала очередь в Берлика. Александр Гельцер трудится в ТОЕС «Глобал Агро» около 10 лет. За это время много раз участвовал в Сенокосе. Условиями работы в товариществе механизатор доволен. Погода позволяет. Убираем довольно-таки много за день. Ну, гектар по 40, каждый, убираем. Ну, сена в этом году много. Урожай хороший. Часть сена пойдет для собственных нужд товарищества. Недавно здесь решили заняться животноводством. В планах постепенно увеличивать количество поголовья. В данный момент в хозяйстве имеется 250 поголовья. Значит, из них 70 голов маточной поголовья. Мы получили телят в этом году. В основном хотим перейти на белоголовых. Все приобретенные поголовья – это за собственных средств. В следующем году, где-то весной, хотим закупить, завести 100 голов белоголовых. И так потихоньку будем увеличивать. Пока молочные не едут в сторону, только будет, значит, на откорме и реализация мясного направления. У нас, например, сегодня уже стоят где-то 40 быков. Это 350 килограмм на реализацию. С рынками сбыта мясной продукции в товариществе «Есглобал Агры» еще не определились. К заготовке сена в ТОО приступили около месяца назад. По области потребность в нем в 2023 году составляет 940 тысяч тонн. Напомню, перед хозяйствами региона стоит задача завершить сеногоз до начала уборочной кампании. Дарья Пашмыцова, Александр Янцен, МТРК. Более 7 миллионов гектаров неиспользуемых земель вернули государству. С начала текущего года в регионах Казахстана провели 810 внеплановых проверок в отношении землепользователей. В результате внесено 355 предписаний на площади 518 тысяч гектаров об устранении нарушений законодательства. Между тем, по итогам проверок с 2022 года выявлено 515 незаконных решений Акиматов о предоставлении площадей сельскохозяйственного назначения. Из них 135 решений были отменены, а по остальным 380 проводится работа. До конца этого года в стране хотят вернуть еще 5 миллионов гектаров сельхозземель. В Североказахстанской области приостановили прием заявок по программе АО «Ла Манате». Оператор программы АО «СПК Солтосток» принял 250 заявлений на всю выделенную региону сумму в размере 1 миллиарда 800 миллионов тенге. Средства на реализацию проекта выделяются из республиканского бюджета. С первых дней жители региона активно приняли в ней участие. В первый месяц уже было подано 120 заявлений на общую сумму 950 миллионов тенге. Средняя сумма выданного льготного займа составила порядка 7 миллионов тенге. В основном сельчане намерены развивать животноводство, грузоперевозки, торговлю. 417 мест незаконной добычи по недропользованию выявили в Казахстане за первое полугодие 2023 года. Сделать это удалось благодаря космическому мониторингу. Также выявили 14 фактов незаконной вырубки леса и порядка 3000 нарушений по стихийным свалкам. Космический мониторинг является надежным инструментом цифровизации. На базе дистанционного зондирования Земли космические снимки обрабатываются, анализируются. В дальнейшем аналитическая информация передается госорганам по интернету через геопортал. Паводка опасный период. Мы передаем космические снимки Министерству чрезвычайной ситуации. Также мы отслеживаем моренные озера, их состояние. Во время пожаров мы также передаем не только термальные точки. На примере недавнего пожара семьи Урмана мы хотели показать, как мы передаем эту информацию. Мы в начале возгорания 8 июня, космический снимок, дальше распространение этих термальных точек. Также проводится космический мониторинг лесных и водных ресурсов страны. А еще благодаря космоснимка можно узнать, как используются пашни и пастбище. За 2022 и за 2023 год около 1 миллиона неиспользуемых пахотных угодий. И около 12 миллионов пастбищных угодий, где отсутствует скот. В текущем году в хорошем состоянии находится около 20% посевов. Более 41% засорены. Также на брифинге рассказали про самовольный захват земель внутри сел и городов. В прошлом году выявлено 440 тысяч земельных участков с нарушениями. Агирим Хамзина, МТРК. С 1 июля в Казахстане запустили пилотный проект для индивидуальных предпринимателей, торгующих на электронных площадках. Таких в Петропавловске 652. Речь идет о бизнесменах, которые применяют специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации или розничного налога. Участие в пилотном проекте является добровольным. По данным городского управления государственных доходов, им заинтересовались большое количество предпринимателей областного центра. Пилот запустил комитет государственных доходов. Именно в этом ведомстве через Marketplace предприниматель может предоставить заявление для участия в новом проекте. Преимущество этого проекта является экономия времени на учет выручки и заполнение налоговой отчетности, минимизация риска налоговых проверок, равномерная налоговая нагрузка на ИП при ежемесячной оплате, простота оплаты в приложениях обслуживающего банка по уведомлению. Доступная информация о пилотном проекте по номеру 1414 в августе-сентябре месяце начнется реализация этого проекта. В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация о том, что в одном из дворов многоэтажного жилого дома города Петропавловска ходил мужчина с поведением, вызывающим подозрения. Он напугал двух несовершеннолетних девочек. Данный факт зарегистрирован в книге учета информации первого отдела полиции управления полицией города Петропавловска. Личность мужчины была установлена. Им оказался 63-летний горожанин. Ранее к административной ответственности не привлекался и не состоит на психо- и наркодиспансерных учетах. 25 июля данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 124 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Разращение малолетних». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств дела. После будет принято окончательное процессуальное решение. 35 краж велосипедов зарегистрировано в Петропавловске с начала года. Незакрытый подъезд, велосипед прислоненный к стене, такую картину можно увидеть порой в многоквартирных домах. Это создает условия для кражи велосипедов, распространенного преступления в теплое время года. В связи с этим петропавловские полицейские усилили профилактическую работу. С 25 по 28 июля в городе проводится акция «Велосипед». Желательно не ставитесь в принятие, чтобы краж не вычистилась, чтобы краж не было. Это же все-таки ваше имущество, так же? Стражи порядка встречаются с жильцами многоквартирных домов, раздают памятки, объясняют, как защитить свое имущество. Чаще всего добычей воров становятся байки. И все из-за несоблюдения простых рекомендаций. Не оставлять такой транспорт без присмотра. По возможности держать их в квартирах или подвалах. Использовать надежные противоугонные устройства. Нами разработаны информационные листы, брошюры профилактического характера, по профилактике краж велосипедов. Так, с начала года, с начала текущего года на территории города совершено 35 краж велосипедов. Из них на сегодняшний день пока остаются 17 нераскрытыми. Также полицейские советуют жильцам использовать видеонаблюдения в подъездах и во дворах. Это эффективный инструмент предотвращения и раскрытия многих преступлений. При совершении кражи следует обращаться в полицию незамедлительно. Агирим Хамзина при содействии пресс-службы областного департамента полиции. 25 июля около 9 вечера на пересечении улицы Назарбаева-Шажимбаева произошло столкновение автомобиля марки «ВАЗ» и скутера. За рулем машины был 24-летний житель областного центра. Скутером управлял 15-летний подросток. Водитель двигался по улице Назарбаева со стороны улицы Шажимбаева. При повороте налево не уступил дорогу скутеристу. Последний двигался со встречного направления прямо. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший был доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи отпущен домой. Автомашина «ВАЗ» водворена на специализированную стоянку. Согласно проведенного медицинского свидетельствования, водитель был трезвым. Материалы по факту ДТП для дальнейшего разбирательства и принятия окончательного процессуального решения переданы в отдел административной полиции. Сотрудники Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Североказахстанской области занимаются профилактикой экстремизма, терроризма и правонарушений в сфере религиозного законодательства. Совместно с участковыми инспекторами, ювенальными полицейскими, оперативниками и добровольными помощниками полиции они раздают памятки, ведут разъяснительные беседы. Внимание акцентируют на пагубном влиянии деструктивных религиозных течений. Вербовка людей зачастую происходит в интернете, на сайтах, зарегистрированных за рубежом, в социальных сетях. Полицейские рекомендуют избегать общения с религиозными деятелями, склонными настойчиво задавать вопросы о личной жизни. В Петропавловске активно готовится к отопительному сезону особое внимание промывки и опрессовки систем теплооснабжения. Сейчас такая работа идет в многоэтажке номер 123 по улице Назарбаева. Ее жители подошли к делу ответственно. О того, как пройдет кампания, будет зависеть тепловой режим в квартирах, рассказывает Светлана Ковалева. В этом доме она живет более 40 лет. Если не провести промывку и опрессовку, то может случиться аварийная ситуация во время отопительного сезона, когда подается побольше давления в системе. И поэтому делают каждый год вот эту процедуру. Чтобы промыть каждый узел, сантехникам требуется около двух часов. Вода подается под большим давлением, позволяет эффективно бороться с грязевыми и солевыми отложениями. Зимой, вот последние годы очень хорошо, потому что у меня эта квартира торцевая, то есть холода больше нам достается. Но всегда 26, меньше 26 никогда не было. Последние годы точно. Это вот даже во время застоя, когда плохо было с отоплением, у нас было где-то от силы 20-22 градуса зимой. Вот представьте, в панельном доме такая температура. Система теплоснабжения должна выдержать двойное давление, отмечают специалисты. Если оно не падает, значит работа проведена успешно. После проверки контролера этот дом получит паспорт готовности. Кроме того, есть дома, которые проходят опрессовку с опозданием. После начала отопительного сезона сроком начинает промываться, опрессовываться. В октябрь заходят эти дома. Такие дома есть, конечно. Сейчас, не скажу точную цифру, порядка 20-30 домов ежегодно с опозданием. Готовиться к отопительному сезону в Петропавловске начали с апреля. На сегодня из 1135 многоэтажных домов эту процедуру прошли 268. Более ста жителям оказали помощь по хозяйству волонтеры партии «Аманат» в этом году. В большинстве своем речь идет об одиноких пенсионерах, многие из которых не могут самостоятельно прополоть огород, наколоть дров, сделать уборку по дому. Нуждающиеся в помощи жители оставляют заявки в приемной филиала партии по номеру 36-94-52. Обратиться можно и в районный филиал. Есть также пенсионеры, над которыми установлено шефство. Им помощь оказывается на постоянной основе. СММ-специалист пользуется большим спросом на рынке труда. Сегодня мало кто не пользуется социальными сетями. Для кого-то интернет может быть простым миром информации, площадкой для знакомства, а для кого-то настоящий источник дохода. Интересно, что для того, чтобы стать СММ-специалистом, не требуется иметь высшее образование. Сегодня в социальных сетях, мы знаем, представлены все, и без социальных сетей невозможно продвижение ни бизнеса, ни услуг, ни человека как эксперта, как специалиста, как профессионала. Этому мы всему учим. Многие недооценивают социальные сети и СММ в частности. Они думают, что СММ заключается в том, чтобы постить красивые картинки, видео, сторисы и так далее. На самом деле за всем этим стоит большая работа, и работа СММ-чиков, она требует стратегического подхода, аналитики, и мы всему этому учим. Бесплатные курсы «СММ – эффективный инструмент развития бизнеса» рассчитан на женщин. Записались на него порядка 28 североказахстанок. Занимаются они пять дней в неделю по четыре часа. Сабина Арсалиева, мама в декрете, решила получить новые знания, чтобы начать вести свою страницу в социальных сетях. Каждый день у нас новая тема, практика, домашнее задание, которое мы проводим дома. Поэтому очень прекрасно, мне лично нравится. Я никогда не обучалась СММ, всегда хотела, и тут появилась прекрасная возможность. Для меня кажется, СММ – это очень актуальная профессия, потому что сейчас век технологии, все в телефонах, реклама просто везде. СММ-специалист, мне кажется, это востребованная профессия. По завершению обучения в течение двух недель каждая участница получит сертификат. Деятельность Центра развития женского предпринимательства – это одно из направлений такого большого нового инструмента, как Менкос Эпкер. Это инструмент национального проекта по развитию предпринимательства, который был запущен с этого года, с января 2023 года. В рамках деятельности ЦРЖП есть одна из услуг – это организация профильного обучения, организация бизнес-обучения и обучение ремесленничеству. На данный момент у нас в Североказахстанской области уже отобрано шесть направлений, четыре направления, которые мы планируем реализовать до конца октября месяца. Интересные тоже направления – это обучение визажистов. Кроме этого, есть еще одно из направлений, тоже, я бы сказала, сейчас очень популярное. Мы набрали группу 32 человека – обучение менеджеров маркетплейса. Интересное обучение. Тренер приедет у нас с Алматы и будет проводить обучение для женщин. Обучение барберов, мужской мастер – это тоже набирает популярность, специальность. Я смотрю, у нас в области открываются один за другим барбершопы, а значит туда нужны специалисты. И сейчас группа из 15 человек уже сформирована, мы планируем в ближайшее время уже начать обучение по этой специальности. И еще одно направление, на которое тоже есть желающие, сейчас 16 человек уже подали заявки – это обучение по производству кондитерских изделий. Чтобы стать участницей данных курсов, необходимо оставить заявку в Центре развития женского предпринимательства при областной палате предпринимателей. Камила Карим Азамат Буймукан, Александр Янцин, МТРК Азамат Буймукан, Александр Янцин, МТРК Азамат Буймукан, Александр Янцин, МТРК